здравствуйте ну вот пришел день когда у меня приятные новости относительно поезда по отношению дауглпилса вот сегодня 11 июня у нас вступает всего летнее расписание и в том числе назначен дополнительный поезд в сторону дауглпилса вот тут как-то может быть не совсем ярко это выглядеть но можно заметить что вот 2101 и вот этот поезд следует до самого дауглпилса почему именно в это время потому что видимо люди жаловались что поздно вечером невозможно уехать из риги поскольку автобусы отменены и последний поезд отправился до сих пор 1801 поэтому сейчас этот вечерний крустпилсский поезд он также идет до крустпилса но он продлен также и до дауглпилса он останавливается в почти всех также маленьких остановках кроме трэпп поэтому идет не очень быстро по дороге он три с половиной часа занимая дорога до конца также до крустпилса он имеет больше основа чем другие дауглпилские поезда в крустпилс он пребывает 2319 в ливане 2340 и потом он имеет еще ясика митцгале вабуэле и ликсна и в дауглпилс пол первого ночи но поезд будет курсировать ежедневно а также утром рано утром причем обратно это также было такое время когда общественным транспортом сейчас было не с чем уехать поскольку первый поезд прибывал в девять утра сейчас он прибудет в семь утра но зато если кто поедет дауглпилса выезжать действительно придется ночью в 3 25 утра также этот который раньше пребывал с куспилс теперь прибудет из дауглпилса 7 утра каждое утро так что вот такая хотя и не быстрая но все же возможность уехать есть несмотря даже на это очень хорошо наполнен рада большинство тут едут в пригородном сообщении вогра саласпилс велварда так что дальних пассажиров тут скорее всего будет немного но тем не менее возможность есть и число то есть не число поездов а возможность ездить поездами расширяется и это очень хорошо причем дауглпилсское направление очень востребованная вот тут как раз пришел поезд из дауглпилса который 2100 прибивает в ригу и вот смотрите сколько воскресный вечер много людей поезд видимо практически полный хотя он двух вагонный то есть нет наоборот двухсоставные двухсоставные там 6 вагонов я им ездил как раз прошлое воскресенье все было заполнено так что реально спрос большой поэтому очень хорошо что вот пятый пятая пара поездов за сутки вот наш дизель уже отправляется значит теперь 5 пар поездов сутки на дауглпилс можно из рига уехать 730 в 13 часов 1630 экспресс 18 и в 21 час а из дауглпилса в ригу в 325 627 39 где-то там я могу по минутам ошибаться потом в 1306 и в 1737 вот такое у нас сейчас расписание я правда думаю и надеюсь что будет назначен еще один поезд дневной он как раз реально необходим вот это как так сказать по моим личным наблюдением и пониманием около десяти часов нужен поезд из риги причем экспресс он может доехать даже до красловой и обратно около четырех часов после обеда из дауглпилса особенно по выходным и праздничным дням по рабочим тогда можно смотреть по востребованность ну тогда я думаю что сообщение было быть весьма хорошее ну вот такие новости вообще сейчас у нас вступила силу летнее расписание заметно участилась интенсивность электропоездов в сторону плюрмалы до дуболты и также на вецоке и царнаково вон тут видно расписание в сторону царнаково саукрасный скулт и по нему видно что практически все дневное время поезда в сторону царнаково идут каждые полчаса по выходным а по рабочим кроме трех электричек тоже самое ну а сейчас посмотрим расписание в сторону юрмалы о гудок дал вот это можно увидеть здесь поезда отправляются с третьего перрона погоду кстати обещают теплую солнечную вот видите 22 градуса а это сколько сейчас вот 21 21 по времени вот видно тут с 9 часов даже больше чем раз в полчаса это минимум но часто даже через каждые 15 минут вот и так до позднего вечера и вечером тоже несколько электричек вот сейчас будет 21 45 то еще 22 15 дополнительная до дуболты тоже каждый день причем все это основное расписание видите вот 9 20 до дуболты 10 30 45 11 15 все они идут каждый день плюс еще там остается в служебном расписание несколько дополнительных которых могут назначать по особому распоряжению ну а заодно коротком году как выглядит стройка рейл балты сейчас в основном работы идут у центрального вокзала в риге где работы объемные потому что выкапывается старая железнодорожная насык а вместо нее делают остакан тут уже видно место где будут ставиться рейсы европейской ширины которые должны соединять балтийские страны как в русской так с остальной европой работы проводятся капитально чтобы служить долго и надежно много там технических исследований и другие маловидные работы все строительство рассчитано на 10 лет и на сайте railbalpica.org указано что включение в основную железнодорожную сеть предназначено до 2030 года на отдельных участках движения могут начинаться еще 28 также в риге строится совершенно новый вокзал некоторые его детали уже можно разглядеть на видео вся окрестность вокзала тоже будет выглядеть по-другому так что ждем и смотрим и сейчас еще коротко зайдем в станцию то есть вокзал несколько проходов вот этот как бы такой более центральный но мы пройдемся вот там где раньше назывался природной зал вообще-то это здание вокзал как говорится веет воспоминаниями это связано с воспоминаниями с детством с юностью хотя вокзал в какой-то мере перестраивался в начале двухтысячных но тем не менее по существу многое тут осталось тем же вот например этот же пол так что в целом вот заходя здесь ты почувствуешь вот это ну как бы воспоминания 90-х может быть даже 80-х как у кого но видимо приходит пора когда всему нужно становиться но новому тут вот еще кассы на тех же местах находятся хотя сейчас многие покупают по интернету это бывшее здание пригородных касс центральное но центральное зал там дальше здесь вот такой проход сделали так это вот отсюда смотрится там еще магазинов много так что активность тут большая ну а снаружи так это выглядит вот тут это центральный зал бывший здесь пригородные тут вот пристройка это уже торговый центр оригу а там вместо почты вот уже даже несколько зданий оригу вот это такое тут пристроили как бы совсем не к месту ну а в целом такое впечатление что перестраивание этого всего и также стройка райобалтыка повысили активность в целом здесь в районе вокзала вот тут несколько даже новостроек вот уже почти готово там офисное здание и гостиница делается так что ну вот такие новости у нас здесь на тревокзальной площади такие выставки делаются и так на этот раз закончу таким образом рассказ про наши новости железнодорожные и до новых встреч патриотска скат и я тебе вису лобу и у нас у нас и и и это и и и и и